Занятия по живописи и вокалу, создание сувениров из подручных материалов, лекции по медицине и этикету. Каждый день на протяжении года химчане могли посещать тематические мастер-классы и таким образом разнообразить свой досуг. Но проект не смог бы существовать без людей, которые бескорыстно делились своими знаниями и навыками. Во Дворце культуры Родины глава городского округа Дмитрий Волошин вручил награды активистам проекта «Химке интересно жить». За 5 лет работы, которую я проработал в городском округе «Химке», я познакомился с очень большим количеством жителей. И я вам скажу, что среди нас с вами есть очень много профессионалов, специалистов и талантливых людей. И эти таланты, этот профессионализм, его нужно делиться, им нужно с другими людьми. Для этого необходимо дать ресурсы. Награды вручали в пяти номинациях. За активный бескорыстный труд, за отзывчивость на благо жителей, за активное распространение печатной информации и популяризацию проекта в социальных сетях, а также за активное приобщение жителей к мероприятиям. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Своим выступлением порадовали детский хореографический ансамбль «Юнность», ансамбль «Мюзикл», ученики студии акробатического рок-н-ролла «Маэстро» и певица Катя Лель. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ